Дмитрий Станиславович, большое спасибо за возможность выступить и рассказать об эзенофильном изофагите, потому что это заболевание в нашей стране по сей день многие врачи пока не умеют узнавать. В первую очередь я, наверное, говорю об эндоскопистах, диагноз остается пропущенным, но и врач-терапевт, гастроэнтеролог, хирург, к которому впервые поступают пациенты с дисфагией, конечно, тоже должны обращать внимание на таких больных, поэтому давайте начнем. Итак, эзенофильный изофагит – это заболевание, которое впервые было описано около 30 лет назад, то есть это очень небольшая история, мы до конца еще не понимаем ни особенности патогенеза, ни то, как этих пациентов лечить, ни как их наблюдать, но пока вот у нас есть определение. Это определение, которое вы видите на экране, это такая некая компиляция российского сообщества, мнения российского сообщества гастроэнтерологического, последних опубликованных в 2022 году британских рекомендаций, американских и так далее. Итак, эзенофильный изофагит – это хроническое, воспалительное, доброкачественное, иммуноопосредованное заболевание пищевода, которое с гистологической точки зрения характеризуется выраженной инфильтрацией слизистой оболочки пищевода эзенофилами. Диагностический такой порог, который позволяет нам верифицировать диагноз – это более 15 эзенофилов в поле зрения микроскопа. Напомню, что в норме, в многослойном плоском эпителии пищевода эзенофилов быть не должно. При рефлюксной болезни там могут быть единичные эзенофилы, но 15 и более – это уже очень много, и это показатель серьезного воспаления иммунной природы. Что касается клинической картины, то вот эта вот эзенофильная инфильтрация и длительное течение воспаления со временем приводит к подслизистому фиброзу, что выражается в развитии характерной клинической симптоматики. В первую очередь, это дисфагия, нарушение глотания. И хочу обратить ваше внимание, что вот еще совсем недавно мы думали, что эзенофильный эзофагит – это очень редкое заболевание, это просто что-то из ряда вон выходящее. Но вот эта статья перед вами, это не статья, это систематический обзор и метаанализ, посвященный эпидемиологии эзенофильного эзофагита, говорит о том, что не так уж и низка распространенность этого заболевания пока такая среднестатистическая – 40 человек на 100 тысяч населения. Но самое главное, что пока такая серьезная статистика ведется только в странах Северной Америки и в странах Европы, прежде всего это Западная Европа. Там пока регистрируются максимальные цифры заболеваемости, заболеваемости, но заболевания есть и в Азии, и в Китае, и в России. Мы видим все больше и больше пациентов с эзенофильным эзофагитом, и вот у меня как минимум один пациент в неделю уже точно бывает, поэтому вот должны быть на приеме у гастроэнтеролога, у врачей-эндоскопистов, особенно у врачей, которые работают в экстренных отделениях, куда поступают пациенты с эпизодами вклинения пищи в пищевод, когда застряло что-то в пищеводе, и пациент не может это сам и не проглотить, ни как-то извлечь из пищевода. Поэтому обращаю внимание, вот самый ключевой момент, который должен заставить вас заподозрить эзенофильный эзофагит, это эпизод острый дисфагит. То есть все было хорошо, вдруг что-то застревает в пищеводе, и, как правило, это бывает у молодых цветущих мужчин. Мужчины по статистике в 2-3 раза чаще страдают эзенофильным эзофагитом, ну а на практике вот у меня из всего пола пациентов только 2 женщины, все остальные мужчины, причем мужчины молодого возраста, и по данным зарубежных авторов, у больных с острыми эпизодами вклинений пищи в пищевод, при дальнейшем обследовании эзенофильный эзофагит диагностируется не менее чем в 50% случаев. И, конечно, для того, чтобы установить диагноз вот при таком пищеводе, как вы видите на правой картинке, да, внешне он выглядит совершенно нормально, вроде тут нет ни рака, ни язв каких-то, ни эрозий, и вдруг застревает пища. Здесь, конечно, необходимо иметь настороженность и провести множественную биопсию, чтобы потом морфолог вам смог насчитать эти самые 15 эзенофилов. Ну а вот слева вы видите такой характерный уже фиброзно измененный пищевод, вот эти вот рубцовые кольца в пищеводе, как вследствие длительного многолетнего воспаления в слизистой оболочке пищевода, который, в общем-то, и обуславливает в основном вот эту клиническую картину нарушения глотания. И почему я говорю о том, что должна быть настороженность? Потому что заболевание, оно, как правило, течет с детства, оно генетически обусловленное. И эти малыши, они уже рождаются с тем, что что-то у них не так с приемом пищи. Если мы обратимся к педиатрам, они расскажут, что это частые рвоты после еды, срыгивание, отказ от определенных продуктов питания, в принципе, отказ от еды. Первое время это обусловлено просто воспалением. Вот вы видите этапы эзенофильного эзофагита. Сначала мы видим просто инфильтрацию, слизистые оболочки эзенофилами и отек. В дальнейшем с прогрессированием заболевания инфильтрация уже, может быть, даже в какой-то степени уменьшается, а вот под слизистым слоем начинают активно развиваться коллагеновые волокна, и пищевод становится таким, как хрящик. И это приводит к тому, в конечном итоге, что развиваются структуры. И причем при эзенофильном эзофагите, в отличие, например, от рефлюксной болезни, эти структуры, они зачастую протяженные, могут находиться и в проксимальном отделе пищевод. Посмотрите на рентгеноскопии пищевода с контрастом, какая длительная структура пищевода, что потом, конечно, приведет к сложностям в лечении такого пациента. Как нам не допустить ошибки? Как нам при первом обращении пациента с эзенофильным эзофагитом все-таки установить диагноз? Несколько практических шагов. Первое. Если вы видите перед собой молодого мужчину, в принципе здорового, который сильно ни на что не жалуется, просто говорит о том, что иногда что-то застревает, я вынужден много пить, вызывать у себя рвоту, прыгать, что-то еще там, какие-то приемы. Первое, о чем вы должны подумать, это эзенофильный эзофагит. Есть еще дополнительная симптоматика, это часто симптомы, похожие на рефлюксную болезнь. Изжога, загрудинная боль, вот такие неспецифические симптомы. И, ну, наверное, вот это два ключевых момента. Молодой мужчина и дисфагия. Необъяснимая, непонятная клиническая картина. Второй момент – это анамнез заболевания. Не заболевания, вернее, анамнез жизни, наверное, да, больше. Если вы начнете расспрашивать такого пациента, скорее всего он вам скажет, что у него еще очень много сопутствующих атопических заболеваний. Бронхиальная астма, атопический дерматит, поленоз, аллергический ренит, аллергический конъюнктивит. Кто-то расскажет об эпизодах анофилоксии в анамнезе, пищевой аллергии и так далее. Это тоже нам такой плюс в копилочку заподозрить и азенофильный эзофагит. Но и самое главное – это эндоскопическое исследование пищевода, когда на сегодняшний день описано пять ключевых признаков. Это отек слизистой оболочки, эксудат на поверхности слизистой оболочки, которые эндоскописты очень часто трактуют как кандидоз слизистой оболочки. Иногда такие пациенты годами лечатся противогрибковыми препаратами. Вот эти признаки отек, эксудат белесый и такие продольные боросты вдоль пищевода – это признаки такого, что называется, воспалительного фенотипа, когда еще нет выраженного фиброза в подслизистом слое, а есть отек и инфильтрация воспалительными клетками. И вот эти признаки, особенно отек и продольные борозды, они очень неспецифичны, и их часто не замечают и пропускают. И следующие уже более такие признаки, которые сложно с чем-то спутать – это вот такие кольца циркулярные в пищеводе и стриктуры. Иногда это протяженные, иногда множественные стриктуры. Это уже так называемый фибростенотический фенотип, когда уже заболевание зашло в более прогрессивную стадию и развился фиброз подслизистого слоя. Ну вот здесь вот я хотела показать наши собственные данные. У нас уже накопил их достаточно много. Это пациент, вот вы видите, продольные борозды видно, да, белесый такой налет на поверхности слизистой оболочки очень активно видно. И это пациент уже с установленным диагнозом, но вот многие годы он ходил, обследовался, проводил эндоскопические обследования, диагноз установлен не был. А вот другая ситуация, которую уже вряд ли с чем-то можно спутать, или это тот же самый, нет, это тот же самый слайд. Вот следующее. Это пациент с тяжелой дисфагией, который долго жует, ест только полужидкую пищу, обильно запивает. И вот мы видим уже такие, вот видите, такие кольца на всем протяжении пищевода, и в конце у него такая серьезная структура, непроходимая для эндоскопа, 9 миллиметров диаметром. И этому пациенту, это, кстати, молодой парень, ему всего 24 года, ему мы делали несколько процедур баллонной дилатации. И, ну, то есть вот этот пациент, который теперь в течение всей жизни вынужден оставшийся, будет все-таки есть, наверное, такую полужидкую пищу, обильно ее запивать, будут сложности с глотанием. Все-таки надо стараться устанавливать диагноз на более ранних стадиях до того, как пищевод приобретет вот такой вот вид необратимых изменений. Как это сделать? Если вы видите перед собой пациента с неясной дисфагией, то из пищевода биопсию нужно взять. Причем эта биопсия должна быть множественной, не только из дистального отдела пищевода, как мы привыкли, но и из проксимального. Три биоптата из дистального, три из проксимального отдела. Или это могут быть наиболее измененные участки пищевода. Это первое показание. Неясная дисфагия. И второе, конечно, даже если, например, у пациента дисфагии нет, а эндоскопист видит характерные признаки, белесый налет, продольные борозды, выраженный отек, то тоже биопсию взять из пищевода необходимы. И в направлении к биоптатам написать морфологу, что мы ищем и азенофилы. Если морфолог найдет нам в слизистой оболочке пищевода более 15 азенофилов в поле зрения, а в собственной пластинке слизистой оболочки выраженный под слизистый фиброз. Но даже фиброза нам не нужен для установления диагноза. Нам нужна азенофильная инфильтрация слизистой оболочки. И тут мы уже в совокупности симптомов дисфагии и азенофильной инфильтрации можем установить диагноз азенофильного азофагита. Здесь надо сделать ремарку, что есть другие заболевания пищевода, которые тоже могут сопровождаться азенофилией. Например, ахолазия. Но тут у нас есть, если есть у нас подозрения на ахолазию, такие методы исследований, как рентгеноскопия пищевода, которая покажет нам расширение пищевода, отсутствие газового пузыря, манометрия пищевода. Ну, в общем, о дифференциальной диагностике помнить мы должны. Но в целом, вот посмотрите, как характерно выглядит такая слизистая оболочка. Азенофилы гемотоксилином и азином окрашиваются в такой красный цвет. Их ни с чем не спутать. Вот мы видим такая выраженная азенофильная инфильтрация. И в таком случае устанавливаем диагноз и начинаем пациента лечить как можно раньше. Лечение, как ни странно, базируется на таких препаратах, которые нам давно известны. Это, в первую очередь, ингибиторы протонной помпы и топические стероиды. Я потом расскажу об инновациях, но пока то, что одобрено международным сообществом и активно применяется. Почему ингибиторы протонной помпы? Посмотрите, какая у них достаточно высокая эффективность. До 50%, а по другим данным, до 70% пациентов с азенофильным эзофагитом отвечают на терапию как клинической ремиссии, то есть у них проходит дисфагия, так и гистологической ремиссии, то есть азенофилы из слизистой оболочки уходят, их становится менее 15. Понятно, что мы не говорим о пациентах с такой дисфагией, когда там структуры непроходимы для эндоскопа. Здесь только нас уже эндоскопические методики спасут. Если речь идет о ранних стадиях заболевания, когда есть активная воспалительная инфильтрация и дисфагия у нас за счет отека, то в этом случае ингибиторы протонной помпы работают интересным образом. Это такое классно-специфическое действие для любого ингибитора протонной помпы. Оно работает ингибиторой протонной помпы на уровне ядра клетки. Сейчас я покажу прямо это исследование, которое доказало это и показало. Блокирует секрецию эотоксина-3, а эотоксин-3 это такой ключевой хемоатрактант для эозенофилов. И таким образом, блокируя секрецию эотоксина-3, мы препятствуем хемоатракции эзенофилов в слизистую оболочку пищевода и останавливаем воспаление в слизистой оболочке. Это первый момент. Второй момент. Мы знаем, насколько распространена гастроэзофагиальная рефлюксная болезнь у нас в популяции. И очень часто эозенофильный эзофагит течет с сопутствующей рефлюксной болезнью. А в этом случае проницаемость слизистой оболочки пищевода очень повышена. Если мы говорим об эрозивном эзофагите, это макроповреждение. Если это не эрозивная рефлюксная болезнь, мы все прекрасно знаем, что там есть расширение межклеточных пространств. И в этом смысле, назначая ингибиторы протонной помпы и действуя против кислотной агрессии, восстанавливая целостность слизистой оболочки, мы блокируем более глубокую пенетрацию аллергенов в толще слизистой оболочки. И, в общем-то, это как бы не мои фантазии, это четко описано в руководствах и рекомендациях по эзенофильному эзофагиту, что лучше всего ингибиторы протонной помпы помогают при эзенофильном эзофагите с сочетанной рефлюксной болезнью. Теперь какие у нас тут рекомендации? Мы назначаем ингибиторы протонной помпы в стандартной дозировке, но разделяем эту стандартную дозировку в идеале на два приема. То есть, если мы, например, говорим, вот я сейчас буду рассказывать преимущественно о пантопрозоле, то мы назначаем суточную дозировку 40 мг, разделив ее на два приема – 20 мг утром, 20 мг вечером. Назначается такая терапия на 8-12 недель, затем проводится эндоскопическое исследование с биопсией. Мы оцениваем, наступила ли ремиссия, снизилось ли количество эзенофилов. Если количество эзенофилов снизилось, то мы назначаем длительную поддерживающую терапию. К сожалению, на сегодняшний день известно, что как только мы прекращаем терапию ингибиторами протонной помпы, рецидив эзенофильного воспаления возникает в среднем через 3-6 месяцев. И, к сожалению, мы пока не знаем, насколько длительно мы должны лечить. Судя по всему, это должен быть пожизненный прием этих препаратов, потому что если на рефлюксную болезнь мы можем повлиять тем, что пациент, допустим, похудел или перестал есть на ночь, то эзенофильный эзофагит – это такое воспаление генетически обусловленное, иммуноопосредованное, что речь идет, скорее всего, о постоянном приеме ингибиторов протонной помпы. И вот здесь, выбирая ингибитор, я уже сказала, что все ингибиторы, в принципе, подходят для эзенофильного эзофагита. Но здесь мы должны, наверное, выбирать такой наиболее безопасный, что ли, ингибитор в плане длительного применения межлекарственных взаимодействий и вот этих самых неблагоприятных побочных явлений. И в этом смысле пантопрозол-нальпаза у нас один из самых исследованных препаратов. Надеюсь, Дмитрий Станиславович меня поддержит, но мы все четко знаем, что у нас есть супермощные, супербыстрые, но пантопрозол – это самый такой надежный наш препарат, который обладает большим количеством клинических исследований на эту тему, взаимодействия с самыми различными лекарственными препаратами. Если этому пациенту в дальнейшем придется назначить, например, топические стероиды или какие-то препараты по другому поводу – это первое. А второе, если мы сейчас зададимся вопросом, но он же, может быть, не так эффективный, если речь идет о рефлюксной болезни, он же нам там не так эффективно заживит эрозией. Но если мы говорим о длительном назначении ингибиторов протонной помпы, там не две недели мы назначаем, а четыре недели, восемь недель, та же самая нальпаза, она показала достаточно хорошую клиническую эффективность. Видите, на фоне восьминедельной терапии у 100% пациентов эрозии в пищеводе заживали, поэтому тут нам беспокоиться по большому счету не о чем. Но самое интересное еще, что у пантопрозола существует исследование о длительном, наверное, мне кажется, больше ни у каких ингибиторов нет такого длительного исследования, 15-летнего. Вот здесь, вот в этом исследовании пантопрозол пациенты принимали даже некоторые 160 мг в сутки, там были больные синдром Золингера или Сона, и оценивали, развилась ли у них атрофия слизистой оболочки, развились ли злокачественные опухоли в желудке, какие-то серьезные побочные эффекты. И, в общем-то, по результатам такого длительного исследования оказалось, что да, уровень гастрина повышался, это ожидаемо на фоне приема ингибиторов протонной помпы, но тем не менее каких-то там фатальных изменений со стороны слизистой оболочки, таких как атрофии или нейроэндокринной опухоли, найдено, обнаружено, не было, и, в общем-то, такая длительная терапия была признана безопасной пантопрозолом. Вот, теперь буквально два слова о альтернативных вариантах терапии. Если вдруг нам не помогли ингибиторы протонной помпы, такое тоже бывает, особенно при очень активном процессе или процессе, когда уже развились фиброзные изменения в слизистой оболочке, мы тогда чаще прибегаем к топическим стероидам. Здесь мы, ну, в нашей стране, за рубежом в Европе есть растворимая во рту таблетка Будусанида. У нас, к сожалению, пока этот препарат не зарегистрирован. Здесь мы используем, например, вот Небулу, которая используется для больных бронхиальной астмы Будусанида, растворяем их в каком-то густом сиропе. Я чаще всего использую сироп сукралозы, сахарозаменитель. И после еды два раза в день пациент принимает для индукции ремиссии 2 миллиграмма два раза в день. Потом для поддерживающей терапии можно перейти на 0,5 миллиграмм два раза в сутки. Но опять-таки по длительности поддерживающей терапии есть разные рекомендации. Пока самая такая около 56 недель длительная была поддерживающая терапия. Но так или иначе мы абсолютно четко понимаем, что при отмене терапии, скорее всего, возникнет вскоре рецидив заболевания. И единственное, что надо сказать, что есть больные с азинофильным эзофагитом, так же, как, наверное, с бронхиальной астмой, что у некоторых заболеваний течет крайне агрессивно, крайне активно, и в возрасте 19 лет у них уже развиваются структуры тяжелые. А некоторые приходят там в 52 года первый раз и начинают только жаловаться на дисфагию. То есть активность заболевания очень разная у пациентов. Поэтому кого-то мы должны лечить очень активно и прямо постоянно поддерживающей терапией, а кого-то, наверное, можем отпустить и просто наблюдать. Пока надо вот эту тактику как-то разработать. Ну и последние буквально два слова. Все-таки мы понимаем, что на сегодняшний день вот эти наши влияния там с помощью стероидов, это очень грубое такое влияние, да, как из пушки по воробьям. И сейчас пытаются разработать более таргетную терапию влияния на интерликины, которые непосредственно участвуют в патогенезе азинофильного эзофагита. Это интерликин 4, 5 и 13. И вот проходили клинические исследования, различные препараты, моноклональные антитела. И вот буквально в этом году препарат Дупилума был одобрен. Он уже очень давно применяется для лечения больных с тяжелой азинофильной бронхиальной астмой. Доказал свою эффективность и безопасность. Но в этом году он был одобрен и разрешен к применению в России для лечения пациентов с азинофильным эзофагитом. Вводится одна инъекция подкожно в неделю. Замечательные результаты. Единственное ограничение – это очень высокая стоимость препарата. И поэтому пока у нас пациенты получают этот препарат бесплатно, но только те, у которых есть сопутствующая бронхиальная астма с азинофильным эзофагитом. На этом, наверное, разрешите закончить в связи уже с недостатком времени. Спасибо большое за внимание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова